Около 30 севастопольцев вышли на очередной субботник, организованный общественным движением Севсвалки.нет. Южный Мол активисты убирают уже не впервые. Печально, но этот объект стал традиционной точкой на карте свалок нашего города. Хотя борцы за чистоту Севастополя не только убирают здесь мусор, но и заботятся о том, чтобы отдыхающие не разбрасывали его по берегу. Мы за свой счет установили сюда урны. Вроде как тогда обещали их, город обещал их обслуживать. Обслуживают их не так часто, как нам хотелось бы. Иногда о них вообще забывают, иногда приезжают раз в месяц и забирают. Из 10 осталось только 3. Культура отдыхающих не всегда на высоком уровне. Урны просто разбиваются, выкидываются в море и так далее. Я думаю, к следующему сезону не останется ни одной. Кроме сложившегося актива общественного движения, на очередные субботники приходят новые люди, желающие сделать Севастополь чище. Есть такие, кто выходит на уборку целыми семьями. Родители говорят, что детей всегда особенно сильно впечатляет количество разбросанных бутылок из-под пива и горячительных напитков. Наша семья ведет здоровый образ жизни, поэтому мы наглядно видим, сколько всего вадается. Севастопольцы, активно и давно участвующие в движении сессвалки.нет, помнят все уголки города, которые им приходилось чистить. Помнят, где и сколько мешков мусора собрали, какие неожиданные находки сделали. И, конечно, все вспоминают свой самый первый субботник. Первый раз пришла на 30-й юбилейный субботник. Шли туда по улице Катерной, очень много было пакетов, грязи, бутылок. На деревьях были такие красивенько пакеты ветром зацеплены. Обратно и шли, просто душа пела, когда все чисто, красиво и замечательно. Поэтому хочу, чтобы мой был город чище, чище, еще раз чище. На субботники севсвалок часто приходят участники добровольной народной дружины «Рубеж». Патрулируя город, они своими глазами видят, как много мусора вокруг. Видимо, репутацию самого чистого и белоснежного города Севастополь, к сожалению, потерял. И в этом вина его жителей. Ведь мусор, который замечают патрульные рубежа, не связан с летним сезоном. Его нельзя списать на бескультуре туристов. Где заросли, в кустах бывают разные опасные предметы, шприцы и так далее. Если бы жители активнее делали субботники вокруг своих дворовых территорий, то этих мест было бы поменьше. За один час работы на территории южного севастопольского мола активисты движения севсвалки.нет собрали 100 мешков мусора. И это было еще не все. Ожидаемый конечный результат – полный КАМАЗ. Следующие субботники, как показывает опыт общественников, в связи с наступившим пляжным сезоном нужно будет проводить в местах массового отдыха. Всегда горячими точками на карте свалок Севастополя оказываются пляжные зоны Любимовки и Парка Победы. Елена Анисимова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.